Музыка Люба, братцы Люба, чему это я? Да к тому, что на днях, как бы так тихо, незаметно, у нас прошла дата, годовщина, 23-я годовщина с того дня, как Верховный Совет Российской Федерации принял постановление о реабилитации казачества. Это свой диалог я, Андрей Филоненко, а в гостях у нас сегодня заместитель атамана Амурского казачьего войска Есаул Тихонов. Здравствуйте, Эдуард. Добрый день. Действительно значим мы дата для казачества? Ну, в общем-то, конечно же, да, это одна из дат, которая все-таки реабилитировала народ, как потом называли войсковое сословие казачества. Ну и тем самым, еще раз, история доказала, что все-таки казачество, оно было, оно есть, оно возрождается, оно будет. Реабилитировала. Значит, были какие-то действительно репрессии? Немножко о том, от чего реабилитировали, скажем так? Ну, после, скажем так, свержения царизма, потом и временного правительства... После 1917 года, скажем так. Да, ну, скажем так, после 1917 года было несколько, скажем так, этапов репрессии по отношению к казачеству. То есть это был единый народ, это было единое войсковое сословие, которое на момент объявления войны или каких-то сборов в самые сжатые сроки могло мобилизовать боевые воинские части, которые непосредственно были организованы в каждом войске. На тот момент насчитывалось 11 войск, казачьих войск в царской России. А здесь у нас Амурское? Да, здесь у нас было Амурское казачье войско. Ну, и что можно сказать по этому поводу, что начиная с 12 декабря уже обращением Совета народных комиссаров об отмене обязанности воинской повинности, да, это первый шаг был, который отменял воинскую повинность, то есть казаки сразу становились как бы неудел. Ну, а самая, скажем так, траурная и черная дата – это 24 января 1919 года, когда вышло постановление Бюро ЦК РКПБ по отношению к казачеству принять единственно правильным, самую беспощадную борьбу со всеми верхами и низами казачьего сословия. То есть казакам отнеслись, наверное, как к реакции, да, к тем людям, которые, наверное, ну, скажем так, были большой силой, да, военной силой. Представляли опасность для советской власти. Да, опасность для советской власти, да. Хотя, насколько я знаю, в первой конной Буденного казаков было немало на самом деле. И везде были, в партизанских отрядах, скажем, и здесь, и в Забайкале, да, и по всей России тогда были не то, что казаки на одной стороне, ну, за белых, были и там, и там. А были же и отец против сына, да, брат против брата. Так же, как и в любых других семьях такой расколом прошел. Эта гражданская война дальше пошла, она за собой потянула, поэтому… Ну, читайте «Тихий дом», на самом деле, там все замечательно описано. Там все сказано, да. Да. В принципе, вот этот весь процесс можно назвать одним словом – «расказачивание». Правильно? Правильно. К 30-м годам, насколько я понимаю, казачество как класс, как сословие было уничтожено. Ну, я скажу даже больше, к 20-м годам, уже к 25-му году… К середине 20-х. Да. Слово «казак» уже было, скажем так, запрещенным. Его вообще хотели зачерпнуть и вывести из обихода. Ну, я скажу так, что регалии жизни сделали так, что даже в правлении Сталина казачество было, скажем так, краем проведено и немного реабилитировано. В 1936 году вышло постановление Совнаркома о том, чтобы предоставить тем членам семей, которые не были осуждены на тот момент, участвовать в жизни советского тогда государства. И плюс могли призываться в кавалерийские войска. Нет, ну я знаю, что всё-таки полностью вытравить воспоминания, скажем так, память о казачестве не удалось. Я сам был в 70-х годах в станице Старочеркасска в музее Донского казачества. Он был, сейчас он есть, и при советской власти был очень посвящаемым местом на самом деле. Хорошо. Реабилитация. Если казачество ликвидировано как класс практически, то как его можно восстановить? Вот тут у меня до сих пор такие внутренние сомнения терзают. Казаком нужно родиться или им можно стать? Ну вообще казаком нужно родиться и быть в душе. Но опять же, сообразуясь, скажем так, с условиями сегодняшних... Реальной действительности. Да, реальной действительности. То казаком можно и стать. То есть любой гражданин Российской Федерации, А также у нас есть и казачьи организации за границей. Те казаки, которые ушли во время гражданской войны, там, репрессии и так далее, да. Которые сейчас находятся в воле судьбы. Получилось так, что наше большое государство, Советский Союз, распался. И казаки, в том числе, например, семереченские, яицкие, уральские казаки остались как бы за границей Российской Федерации. В том числе и донские казаки, вот непосредственно, где идут сейчас боевые действия ЛНР, ДНР. Вот, поэтому реабилитация, само слово, да, это все-таки признание казаков, что они имеют право на жизнь. И тот человек, который носил в своей душе, да, и знал, что у него потомки казаки, и сейчас он хотел бы возродить это и хочет возрождать, да, Поэтому никто не запрещает, и согласно закону, принятого, ну, во-первых, как сказали уже 23 года назад, это было постановление Верховного Совета Российской Федерации, плюс принятые законы и постановление уже Российской Федерации в наше время, последнее, в 2008 году, вообще о казачестве. Поэтому правительство, страна повернулось лицом, понимая, что казачество не просто не умерло, да, оно возрождается, но есть эта сила, и как бы на него можно опереться в трудную минуту. Опереться. Для того, чтобы опираться, нужно воспитывать молодежь. Амурское казачье войско занимается воспитанием молодежи? Ну, безусловно, конечно же, да, хотя это идет трудно, скажем так, пока, потому что наш край довольно-таки молодой, и казачество здесь было молодое. Ну, ко всему этому у нас, если кто не знает, существует и уже четвертый год в селе Константиновка, это бывшая казачья станица, большая столица Константиновского казачьего округа, существует лицей казачий. Ну, и с прошлого года, с 2014 года на базе городской школы, сейчас он тоже лицей номер 6, образовали, мы как бы и поучаствовали в этом, набрали детишек, пятый класс. Кадетский казачий класс, да. Ну, я знаю, что константиновские ребята вот летом, в начале лета ездили в Ростов, да? Там было мероприятие, съезд юных казаков или что-то такое, довольно приличного, поучаствовали там. Ну, скажем так, да, были там и соревнования, съезд, просто в силу некоторых, скажем так, ситуаций. Я этой информацией не владею, ну, а вообще вот и СМИ я посмотрел, что, да, приняли активное участие, неплохо выступили. Ну, что ж, удачи амурским казакам. Кстати, казакам или казакам? Казакам. Можно и так, и так. Можно и так. Я специально постановлю, я смотрел, да. Лучше слышится, когда казаки. Казаки. Казаки – это тогда, когда кто-то боялся, да, и лавина шла. А казак – это вот. Ну, что ж, у нас в гостях был заместитель атамана амурского казачьего войска Исаул Тихонов. А это был свой диалог. Я, Андрей Филуренко, прощаюсь с вами. И напоминаю, что и этот, и другие выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте asn24.ru. До свидания.